Считанные часы остались до завершения предвыборной кампании. Уже завтра наступит день тишины, и кандидаты их штабы будут подводить итоги и гадать, достучались ли они до сердец избирателей. Среди них, я точно знаю, есть два человека, которые задают эти вопросы особенно часто. Это Игорь Дадон и Майя Санду. Именно они по прогнозам, да и просто по законам логики, являются фаворитами гонки. Так у кого же из них все-таки больше шансов занять президентское кресло? Кто успешнее, а главное честнее провел кампанию? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Влад Батрынча, исполнительный секретарь партии социалистов, доверенное лицо Игоря Дадона. Добрый вечер! Добрый вечер! И Александр Слуцарь, вице-председатель партии платформа «Достоинство и правда». Ну и человек, который тоже, наверное, является уже доверенным лицом Майя Санду. Мы агитируем, естественно. Это логично. Юридически нет. Ну вот, юридически как-то я не знаю, наверное, это важно. Но доверенные лица-то регистрируются кандидатом, а господин Слуцарь, сколько я помню, был зарегистрирован доверенным лицом господина Анастасия. Я думаю, на ход нашей беседы это не повлияет. Я тоже, что я думаю, уточнение. Хорошо. Давайте начнем с вопроса, который мне очень нравится. Кто честнее из ваших кандидатов провел эту предвыборную кампанию? Господин Слуцарь. Ну, это же понятно, что это будет субъективное мнение. Ну, мы учтем, да. Я считаю, что мы прошли эту кампанию достаточно честно. Мы несколько затянули, и надо признать это, с единым кандидатом. Это есть, если будет какая-то самокритика, так это в этой части. Но затем мы консолидировали наши усилия. Мы честно сказали, что да, платформа «Да» и «ПАС» — это две разные партии. У них один бассейн электоральный, но все-таки разные его сегменты. Не все так просто в наших отношениях. Но мы четко сказали и честно заявили гражданам. У нас есть приоритеты. Всегда надо расставлять приоритеты, особенно в захваченном государстве. И мы расставили эти приоритеты. Для нас самое важное, чтобы была освобождена наша страна. Приоритетом для нас является свержение режима Плохотнюка и проведение внутренних реформ, борьба с коррупцией, борьба с бедностью, борьба с нищетой, возвращение семьи домой. Все то, что волнует 80-90% населения и объединяет всех. А не то, что сейчас разделяет общество. А их разделяет сейчас геополитический вектор примерно поровну. Мы сказали об этом честно. Мы честно работали в этой кампании. Мы шли к избирателю именно с этим посылом, что мы хотим навести порядок у нас в доме. Мы не хотим заниматься геополитическими посылами. Мы хотим, чтобы этот режим был как возможно быстрее свергнут. А Плохотнюк сел на свое место на нарах в 13-м Петенциаре для начала. А также и вся его гашка. И ответили за все то, что они сделали с этой страной. Благодарю вас. Господин Батрынчин. Я абсолютно уверен, что мы являемся сегодня единственной парламентской оппозицией. Мы единственная фракция в парламенте, которая с 2014 года не вступала ни в какие коалиции в альянсы с большинством Плохотнюка. Мы считаем, что одной из центральных задач будущего президента будет назначение генпрокурора, который наведет порядок и причет к ответственности лиц, виновных в миллиарде. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя перекладывать миллиарды в публичный долг. Это категорически мы за это будем бороться. Мы продолжаем ту же линию, которую продолжали и на наших протестах совместных с платформой «Ида» и с партией Рената Усатова. У нас было два главных политических требования. Первое политическое требование – это было досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента. Прямые выборы президента была достигнута цель. Что касается досрочных выборов, парламент предстоит будущему президенту найти юридическую конституционную формулу, чтобы состоялись досрочные выборы. Потому что этот парламент уже не является легитимным, он не представляет собой голосование избирателей в 2014 году. Мы провели кампанию очень активно, мы много работали в территориях, мы прошли все населенные пункты. Нашими доверенными лицами, доверенными лицами кандидатов президента Додона были проведены тысячи встреч на местах. Хочу вам сказать, что у нас не было ни одной встречи сорванной. На всех встречах нас люди встречали положительно. Мы общались с людьми, мы обменивались мнениями. Мы, безусловно, знаем и видим те проблемы, которые сегодня происходят. И мы, безусловно, уверены, что Додон, тот человек, который сумел консолидировать команду профессионалов, экономистов, финансистов, сильный юридический блок для того, чтобы навести порядок и начать решать те проблемы, которые есть. Нынешний режим, безусловно, должен уйти. И это приоритетная задача будущего президента. Вы оба говорите, что ваши кандидаты очень честно провели всю эту предвыборную кампанию. Но есть один момент. Всю эту кампанию и господина Додона, и госпожу Санду обвиняли в одной вещи, что они являются людьми Плохотнюка. Это была такая, знаете, красная линия, красная нить, которая проходила через все эти недели. Мы постоянно слышали обвинения в адрес друг друга. То есть вот такие вот были. Давайте вот с этой точки зрения, вы, пожалуйста, ответьте. Вам удалось убедить свой электорат, что ваши кандидаты не являются людьми господина Плохотнюка? Господин Матронич. Безусловно, чем отличается ГИДПРОП Владимира Плохотнюка последние годы, контролирует большинство, абсолютно большинство, 90% каналов с национальным покрытием. Появилась новая профессия, новая специализация с высокоплачиваемой в Молдове, это так называемая политическая аналитика, комментаторы, которые каждый вечер перемещаются из студии в студию. Конечно, очень много манипуляций. Очень простая технология, что касается господина Додона, то есть человек с самым высоким рейтингом доверия, и кандидат с самыми высокими шансами. Плохотнюк – это сегодня человек с абсолютно самым высоким антирейтингом. То есть человек, против которого выступает абсолютно большинство граждан. Как написали в одной газете, токсичная репутация. Абсолютно верно. Это токсичность, это такая опухоль, которая бурно развивается. И, соответственно, тактика, которую использовали наши оппоненты, она очень простая. То есть связать Додона с плохотником. Я вам хочу сказать очень просто. Если бы у Додона было решение, если бы у нашей команды социалистов было решение идти с плохотником, Додон был бы сегодня премьер-министром, как минимум, такие предложения поступали. Мы не пошли ни на какие сделки. Я абсолютно уверен и повторю вам слова Додона. Додон – это политик, которому 41 год. У него трое детей. Этот человек связывает свою будущее с Республикой Молдова, связывает свое будущее с политикой в нашей стране. Соответственно, он прекрасно понимает, что любые контакты и любые договоренности с плохотником политические – это политическое самоубийство. Поэтому я абсолютно уверен, что все слухи, интерпретации, которые происходят, я понимаю, что это один из инструментов наших оппонентов – социалистов в парламенте. 24 депутата, вот там Додон, вот там Плохотнюк и так далее. Но мы в парламенте честно работали. Мы никогда не голосовали за какие-то кадровые назначения Плохотнюка. Мы никогда не продавались. Ни один наш депутат не предал нас, кроме Лидии Лупу, которую купили еще в самом начале мандата. И я абсолютно уверен, что Игорь Додон – это человек, который будет делать все возможное уже в ранге президента для того, чтобы Плохотнюк полностью окончательно ушел из молдавской политики. Хорошо. А Майя Санду? Ну, мы высказывали публично. Вы не только высказывали, вы сегодня с инициативой вышли в подписание. Мы высказывали публично не один раз мнение о том, что госпожа Санду. В то время, когда мы с коллегами из платформы находились на протестах, она в этот момент находилась на заседании в правительство. У нас вопрос остается неизменным. Семь лет госпожа Санду занимала высокопоставленные функции в Республике Молдова. Она была депутатом, некоторым потом членом кабинета министров. И, соответственно, те решения, которые проводило правительство, они были абсолютно солидарными. Мы предоставили публично госпоже Санду, когда она сказала, что вот она не участвовала ни в диспозиции секретий для Национального банка, ни в концессии аэропорта. Мы публично опубликовали видео заседания правительства, где было видно, что эти решения по выделению денег из Национального банка по концессии аэропорта, эти решения принимались абсолютно единогласно. И, соответственно, госпожа Санду не выходила с критическими заявлениями, не говорила, вот я диссоциируюсь, я против этих решений. И, соответственно, для нас госпожа Санду, она является частью той власти, которой он в Республике Молдова 7 лет и той власти, против которой мы выступаем. Соответственно, безусловно, мы и будем выступать против этого кандидата. И наши аргументы не надуманные вот такого плана, что где-то там какой-то самолет нарисовали на фоне Додона, где-то что-то. А это человек, который был частью системы Плохотнюка. Это человек, который был частью системы альянса между Плохотнюком и Филатом. Это человек, который в 2014 году, после того, как вывели миллиарды на съезде Пелядемея, говорил четко, что Пелядемея – это единственная сила там и так далее. Поэтому мы считаем, что госпожа Санду не является оппозицией. Вот это наша позиция. Вообще не является оппозицией. Да, но она была частью власти последние 7 лет. Хорошо. Ну, начнем, наверное, с госпожи Санду, да? Да, да. Потом мы перейдем к господину Додону. Так, по госпожи Санду. Мы много вопросов задавали ей, когда был совет. Причем мы ее никогда не считали человеком Плохотнюка. У нас были и остаются определенные тактические разногласия. Мы об этом говорили с ней, задавали ей эти вопросы. Что касается ее связи с Плохотнюком. Этот человек никогда в жизни не встречался с Плохотнюком. Никогда в жизни. По крайней мере, это было ее утверждение. Я не имею оснований не верить ей. Она была частью команды ПВДМ. В ПВДМ были разные люди. И не могу сказать, что все-все-все люди из ПВДМ это плохие. Даже из верхушки ПВДМ. Там есть группировка, которая должна сидеть в тюрьме. Майя Санду не была 7 лет власти. Она была министром образования 3 года. Можно все что угодно говорить про политическую карьеру Майя Санду. Но я не слышал ни одного скандала, связанного с коррупцией, в которую она была вовлечена. Майя Санду не присутствовала на первом заседании правительства. Когда Лянко выделил 9,5 миллиардов. Она была предвыборной кампанией. И этому есть факт. Второе, что опубликовано было, вторая запись. Это правительство Габурича. Когда были выделены еще 5 с чем-то миллиардов. Майя Санду мы знаем из стенограммы. Она сопротивлялась как могла. Она говорила, что это большое свинство. И согласилась поднять руку только тогда, когда сказали, что 6 миллиардов. Эти должны были быть выделены для того, чтобы спасти вкладчиков. Можно спорить с статической точки зрения. Правильно это, неправильно. Но тут нет никакой связи с Плохотником. То же самое про аэропорту. Когда принималось решение, навязанное господином Лазарем, о концессии аэропорта, именно этой компании офшорной, Майя Санду не присутствовала на заседании правительства. Говорить о том, что она человек Плохотнюка, у нас нет ни одного основания. Более того, в 2015 году, когда Майю Санду выдвинула по ЛДМ в качестве кандидата на премьер-министр, и она тут же вышла с требованиями отставки Драгуцана, отставки прокурора и отставки шефа от КИНА, мы же знаем, что именно Плохотнюк и его Гашка заблокировали. И через 2 дня она была отозвана трусливым филатом. Поэтому с этой точки зрения я ничего не могу сказать, ни одного слова о том, что Майя Санду имеет какие-то связи с Плохотнюком. В отличие от Игоря Николаевича Додона. Майя Санду была министром образования от партии по ЛДМ. Нет демократической партии, как я еще раз говорю, никогда не встречалась с Плохотнюком. Игорь Николаевич Додон был министром экономики с 2006-2009 года, когда бледной поганкой всходила империя Плохотнюка. Я тоже не помню, чтобы Игорь Николаевич подал в отставку в знак протеста, когда в 6 раз дешевле была куплена гостиница Кодру Плохотнюком. Он писал какие-то слезные письма Владимиру Николаевичу Воронину. Я это письмо видел, но опять же не знаю, почему они с Инаидой Петровной Гречаной, когда Плохотнюк расставлял в силовых своих структурах Зубиков, Минжинских и прочих, не воспротивились, не сказали, что идет захват государства и не ушли в отставку. Это раз. Второе. Игорь Николаевич Додон провел прекрасные переговоры с Филатом и Плохотнюком в 2012 году и спас этот альянс от досрочных выборов. Тогда можно было положить конец этому альянсу. Он имел хорошее соглашение тогда с Плохотнюком. Игорь Николаевич Додон со всей фракцией проголосовал за сохранение, вот коллега сказал про 90% покрытия национальных каналов. Была прекрасная возможность у Социалистической партии прекратить монополию Плохотника. Нужно было не голосовать, а настаивать на том, чтобы лицензии у всех каналов Плохотника были изъяты в течение полугода. Социалистическая партия по поправке господина Лебединского продлила эту монополию еще на 5 лет. Поэтому, ну и что еще могу добавить? Если есть какая-то информация, что встречалась моя с Антой с Плохотником, хочу это увидеть. А вот этот вот кадр, когда Игорь Николаевич скакивает при приближении Плохотника, мне кажется, говорит о многом. Поэтому... Я поняла ваше мнение. Я предоставлю вам право на реплику, потому что у меня есть вопрос еще. То, что он имеет полное право иметь свою точку зрения. Он человек, который идейно боролся на улице. И он имеет право, как и любой другой гражданин, на какие-то свои заблуждения. И я хочу все-таки по каждому пункту очень быстро пройтись. Государственница Кодру это не слезные какие-то, как вы говорите. Это профессиональное письмо министра экономики, который проинформировал президента, главу государства о том, что эта сделка не является выгодной. Этот человек отреагировал моментально и дал свое заключение. Решение президента страны он подчинился ему. Но этот человек, который четко отреагировал на поставленную задачу. Вы говорите о Майсанду. Нет коррупционных скандалов. Но, наверное, вы либо не в курсе, либо не хотите демонстрировать, что вы в курсе. Школьные автобусы закуплены по двойной цене. И по которым уголовное дело до сих пор непонятно, в чьих сейфах пылится. Вы предыдущий министр образования? Ну конечно. Посмотрите внимательно. Я очень внимательно смотрел, поверьте. Просто больше раскручивали камеры, видеокамеры. Говорят, что даже уголовное дело было. Поверьте, очень внимательно, господин Слуцарь. И знаю, что именно в те три года, когда Майя Санду была министра, была приобретена, были проведены конкурсы на закупку школьных автобусов по завышенной цене, которые сегодня на 70% вышли из строя. Камеры, металлоискатели и так далее. Я даже не хочу вникать в эти вещи. Для меня Майя Санду, как для человека, который протестовал против этой власти, для меня Майя Санду часть системы. Кто там лучше, кто там хуже. На мой взгляд, вся система должна уйти целиком. Если мы с вами люди искренние в своих убеждениях и в своих намерениях, то мы должны говорить о том, что режим должен идти вперед. А не кто-то хороший, кто-то плохой. Мы же против косметических реформ. Я абсолютно уверен, что господин Додон, госпожа Гречана, оставили банк одеэкономии с более 30 миллиардов ликвидности на счету. Банк одеэкономии, который приносил сотни миллионов лей прибыли, 340 миллионов на последний год прибыли ежегодно государству. Оставили аэропорт действующий, Кишиневский. Единственный аэропорт государственный, который приносил десятки миллионов лей прибыли. Оставили на счетах Национального банка 3 миллиарда долларов. Сегодня полтора миллиарда долларов в Национальном банке. И это то наследие экономическое, которое оставил Дадон. И эти люди могут ответить по каждой цифре. Что касается госпожи Майя Санды, да, у господина Дадона были политические ошибки, он многие публично признавал, в том числе и по господину Тимофти некоторые другие ошибки. Он молодой политик, у него были ошибки, но он их признал. Что касается госпожи Майя Санды, я не услышал ни разу, чтобы она призналась. Да, я была частью системы, я диссоциируюсь от этой системы, я считаю, что там эта система сделала раз, два, три, четыре. Но, к сожалению, я это не слышал. В 2014 году, когда мы протестовали, еще, к сожалению, платформа позднее появилась, весь 2013-2014 год, поднимите YouTube, поднимите интернет, мы протестовали у Национального банка, я лично, коллеги, у правительства и у парламента. Это мы говорили, выводят деньги, мы демонстрировали вот те бумаги, о которых мы говорили с вами о передаче. В этот момент, в ноябре 2014 года, госпожа Санду принимает участие в съезде Пелядиме и выступая вместе с Филатом Ислянкой, заявляет, вот единственная политическая сила, которая может навести порядок в стране. У госпожи, у господина Дадона, если были ошибки, он их признал. Я хочу услышать, что и госпожа Санду признает свои ошибки. Господин Дадон отправлял письма Воронину и говорил, что наносит ущерб экономике. От госпожи Майя Санду мы таких писем не видели ни по автобусам, ни по многим другим вещам. И самое главное, вот вы человек с авторитетом среди сельскохозяйственников, сельхозпроизводителей, вас хорошо знают на севере, вас хорошо знают в республике. Я вот скажу вам честно, без популизма и без этих всех вещей. Государство и власть, которая не может найти деньги на содержание школ и ликвидировала более 200 школ. И сегодня по соглашению с МВФ, соглашение, которое в конце поддержало и Майя Санду, надо закрыть еще 200 школ, я считаю, что это геноцид. Я здесь вас прерываю. Я понимаю, что действительно эти проблемы сельского хозяйства, они очень важны. Но задам вам вопрос от всех телезрителей сейчас, господин Слуцарь, потому что бомбой сегодняшнего дня стали опубликованы телефонные переговоры. Ваши с господином Анастаса, вы признали их подлинность, и господин Анастаса их подлинность признал. Всех волнует один вопрос, одна фраза господина Анастаса. Она была сказана, что Майя Санду идет рука об руку с господином Плохотнюком. Пожалуйста, вот как вы это поясните, потому что, и вот если можно прокомментировать ваше высказывание конкретное, вы сказали так, давай скажем все как есть и выйдем с высоко поднятой головой. Вот пожалуйста, поясняйте. Во-первых, какая цель была в публикации этой? То, что она уже незаконно прослушивается, то, что наши телефоны полгода прослушиваются, уже в захваченном государстве, даже это никого не удивляет. Все это так, между прочим, смотрят. Это правда. Значит, цель была, обратите внимание на две вещи, на что педалируют, что это запись двухдневной давности, и что Анастасия говорит, что Санду проект Плохотнюка. Значит, вот это была цель публикации этой записи. На самом деле, запись сделана в 20-х числах сентября примерно, я не помню точную дату, был более длительный разговор. Это сделано именно вырвано из контекста, чтобы не было понятно, что этот разговор был гораздо раньше. Когда господин Анастасий говорит про рука об руку, он имеет в виду, что затягивание проблемы единого кандидата в ожидании опросов в начале октября, в середине октября, играет на руку Плохотнюку. И вот с этой точки зрения, с этой точки зрения, то, что мы затягивали, я в самом начале передачи это признал, затягивание этих переговоров фаворизировало лупу и Плохотнюка. Потому что пока мы в этих вот переговорах не могли вести никакую кампанию, ни мы, ни Майя Санду, этот ходил и раздавал подарки уже всем. Господин Слуцарь, получается, что у вас все-таки были сомнения в отношении того, Майя Санду человек Плохотнюка или нет? Нет, сомнения, вот так как вы ставите вопрос, у нас не было никогда. У нас не было ни единого доказательства, что она человек Плохотнюка. То есть вот эта фраза, что рука об руку с Плохотнюком, это не сомнение? Это не сомнение, это фигура речи, которая говорится, что затягивание процедуры, а затягивала процедуру, к сожалению, тогда в ожидании сандажи Майя Санду, затягивание процедуры играет на руку Плохотнюка. И точка. У нас было много вопросов. Я никогда не скрывал. Ну разве не любые действия политиков в пользу кого-либо, это не есть связь? Не, ну подождите, в пользу, мы можем связи, это вот, это может быть позиция, это позиция партии, тут не обязательно должна быть причинно-следственная связь с Плохотнюком. Я понимаю, что этот человек настолько токсичный, это парадокс нашего времени, что он управляет всей страной, но все политики пытаются деассоциироваться от него. Но злонамеренности в этом я не вижу, я вам честно скажу. Мы имели вопросы к Майе Санду, мы вели тяжелые переговоры с ней. Нам тяжело давать это решение, но у нас никогда не стоял вопрос, что Майе Санду человек Плохотнюка. Господин Слусарин, давайте все-таки честно, вы человек честный и прямой. Вот мы протестовали в начале у журнала ТВ, у Молтелекома, когда перекрыли трансляцию журнала ТВ. Потом мы вместе консолидированным протестом двинулись к консонному суду, потом поднялись Молдовы-1 и так далее. Ведь многие люди из нашей консолидированной, так скажем, из консолидированного протеста, из колонны, в том числе и представители платформы «Да», я думаю, в первую очередь представители платформы «Да» задавали один вопрос, где Майя Санду. И господин Настаси говорил, и господин Настаси возмущался тем, что вот люди протестуют, а Майя Санду не поддерживает протесты. И ведь многие не понимали госпожу Санду, почему. И многие сегодня и вас не понимают, почему платформа «Да» протестовала, добивалась вместе с другими, там не будем говорить, социалисты, не социалисты, но добивалась досрочных парламентских выборов, добивалась президентских выборов прямых. Госпожа Майя Санду говорила, что она не собирается баллотироваться, ей нечего делать на протестах. И потом она появляется и склоняет платформа «Да», и лидера платформы «Да». Бойца Настаси склоняет к тому, что вот он должен в такие сторону, мол, у него рейтинг ниже. Хотя мы отчетливо понимаем, что господин Настаси был в территориях рейтинг выше, чем у Майя Санду, ее в территориях просто не знали. Вот насколько корректно говорить сегодня, что вы не знали и не было подозрений, что она запутана, замешана с властью. Она боялась протестов, она боялась ассоциации с платформой «Да». Ее цитировали многие лидеры платформы «Да», когда она говорила о том, что почему ее нет на сцене, на протестах, потому что там есть сомнительные люди. И с этими сомнительными людьми она не хочет стоять на одной сцене. И давайте скажем честно, были разговоры тогда среди людей о том, что она человек власти, человек-плохотнюк. А власть сегодня это плохотнюк, понимаете? Мы не можем говорить, что она человек власти, но она не встречалась, она ничего не имеет общего с плохотнюком. Эта власть сегодня, она имеет четкую фамилию. Раньше был, да, плохотнюк Филат. Сегодня, последние несколько лет, два года, ну полтора года, это только плохотнюк. Соответственно, говорить о том, что вы не знали, у вас не было сомнений на предмет чистоплотности Санду, ну как минимум нельзя. По порядочку можно отвечать? Попробуйте. 15-й год, во-первых, когда все начались протесты, это еще не было, единоначалия власти плохотнюка. Майя Санду до лета 15-го года была в правительстве, после лета 15-го года она даже формально уже не ассоциировалась с властью. Все наши проблемы и все наши вопросы к ней и ее вопросы к нам мы выяснили на нашем совете. Она, были тяжелые, еще раз говорю, я думаю, что ни для кого не секрет, что решение нам далось тяжело. И то, что я считаю, что Андрей Анастасий лучший кандидат на эту функцию, это мы приводили очень много аргументов. Но на каком-то этапе мы должны были сделать выбор. У нее были свои основания не доверять платформе «Да». Она нам высказала эти основания. Почему она не доверяла платформе «Да». Пертинентные они, непертинентные. Мы приняли ее объяснение. Она приняла наши все упреки, которые мы имели по поводу протестов. У нее есть аргументация, почему часть протестного электората не хотела пойти в платформу «Да», хотела пойти в ее партию. Опять же, по тем же причинам, почему она боялась, кто стоит за платформой. Вот эта вся эта грязь, которую целый год распространяли про платформу, что это ЦОПы, что это не знаю кто. И Плохотнюк, имея 90% покрытия, все время это капал. И вот в этой связи получилось, что есть две колонны. Значит, на каком-то этапе этих сложных переговоров у нас был выбор. Или мы идем параллельно, или мы ради страны уступаем, даже наступая на горло собственной песне. Мы приняли второе решение. И как показала практика этих двух недель, мы спутали, смешали карты полностью господину Плохотнюку. Это был сильнейший удар для него. Мы видим сейчас, что формально мы вообще сейчас можем требовать отставки правительства и быстрого ухода этой власти. Потому что кандидат власти отказался участвовать. От парламентского большинства нет представителей. Вот сегодня ГИМПу то ли снялся, то ли не снялся. А это к вам вопрос, не секунду, я прошу прощения. Это к вам вопрос господин Плохотнюк. Он вам поставил условие, что вы должны публично сказать, что Майя Санду выступает за универ. Вы ему ответили? Кто, ГИМПу? Да. А что, кто-то будет отвечать ГИМПу? То есть вы... Есть электорат, мы не собираемся говорить. Нет, секундочку. Я не могу понять, вот на сегодняшний день. Вы приняли условие ГИМПу? Или вы сказали, господин ГИМПу вы не знали до свидания? Вы серьезно считаете, что мы можем принять условия ГИМПу? Я считаю, что вы можете так же сделать, как вы сделали на второй день. Вы можете сказать, что пусть электорат за нас голосует, но ГИМПу нам не нравится. Вы, миссаж Майю Санду, вчера, позже, вчера слышали. Мы обращаемся ко всему электорату. Государственники, унионисты. Это нас, в общем-то, отличает во многом от социалистов. Мы хотим сейчас консолидировать весь электорат на нескольких проблемах. Я понимаю. Освободить госслударство. Что вы ответили господину ГИМПу? Ничего мы ему не собираемся отвечать. То есть вы не за унирю, вы хотите сказать? Я еще раз повторяю. Ну просто скажите да или нет. За что, за унирю? Нет, я хочу понять. Ну да, это вопрос. Просто народ на самом деле на сегодня не знает. ГИМПу вроде как и вышел из гонки, а вроде как не вышел. Не, ну это к психиатру. Что-то как сказал. Это к психиатру, это не к политологам и не к аналитикам. ГИМПу он так все делает, что вы хотите. Хорошо, тогда у меня вопрос еще. Я хочу по поводу унири, чтобы было понятно. Да, пожалуйста, да, конечно. Господин Батринча думал, что он сильно заставит меня врасплох. Не, мне просто, я хочу знать, чтобы задать следующий вопрос. Позиция платформы очень четкая. Она объединила на сегодняшний день платформа, а в данном случае сейчас и кандидат Майя Санду, потому что она приняла определенные условия, потому что это не была, не была, просто простая, безусловная поддержка. Помимо пяти приоритетов, которые Майя Санду взяла для выполнения, Майя Санду сказала, мы договорились с ней, что мы отходим от геополитической риторики, а также и от любых вопросов, которые разделяет общество. У нас есть люди, которые унионисты разделяют наши взгляды, государственники. Я государственник, например, но я нормально взаимодействую с унионистами, потому что мы все граждане Республики Молдова. Унира это проект, который сейчас и в ближайшие 10-15 лет, все опросы показывают, для этого нужно большинство людей, которые, не просто людей, которые придут к урнам, а большинство тех, кто внесен в списки избирателей. А все хотят жить здесь и сейчас. Я помогу сейчас. Вам вопрос четкий. Платформа, да, и Майя Санду, это унионистские партии? Все, спасибо. Тогда я вам задам вопрос еще один по вашим переговорам, который, мне кажется, он гораздо важнее, чем то, что мы сейчас обсуждали. Хоть вы отказываетесь, что не было у вас подозрений в отношении того, что она человек Плохотнюка. Вы говорили там о геополитике. И вы лично, господин Слуцарь, вас страшно смутило, что за этим всем стоят американцы. Не совсем. Нет, судя по разговору, вы бросали такие фразы, что вам это категорически не нравится. И вы даже говорили, что давайте выйдем отсюда с высоко поднятой головой. Вы получили от нее уверение, что она не кандидат? Были переговоры. На переговорах, и я, по-моему, и у вас на дебатах. Так если можно коротко, да? И на прошлой передаче я сказал, что это и есть определенное отличие между платформой, да, и ПАС, что мы меньше зациклены на геополитике. Мы в 2014 году обожгли сильно с этой геополитикой. Из-за русских танков у нас украли 15% ПИБа. И на переговорах изначально позиция госпожи Санду и ПАС была более геополитическая, у нас была менее геополитическая. Я вам скажу так, господин Слуцарь. Я уже должна предоставить слово, потому что вы говорите больше. Я прошу прощения. Вы больше спрашиваете? Сейчас дойдет очередь до господина Батрынча, вы только дайте возможность мне это сделать. Могу сказать только одно. Очень просто говорить, что мы отошли от геополитики, когда мы видим фотографии, где ваш лидер встречается с мировыми лидерами и с лидерами европейцев, и всем известны ее отношения с Соединенными Штатами. Влад, к вам вопрос по поводу Лео. Я хочу все же таки... Если можно коротко, да. Ну как коротко, я до этого молчал, все слушал. У меня к вам есть тоже особой вопрос. Моя Санду, безусловно, геополитический кандидат, и здесь господин Слуцарь лукавит. Как минимум, это говорит о том, что он не знаком с ее заявлениями. Он не знаком с заявлениями теми, которые госпожа Санду сделала на встрече с американскими и европейскими чиновниками, которые попали в определенные структуры, которые стали достоянием общественности и масс-медиа. Во-первых, она там дала в Европе и в Соединенных Штатах четкие заверения, что в Молдове пророссийских политиков во власти никогда не будет. Она дала четкие геополитические гарантии. Это раз. Второе... Какие-то разные газеты читают. Я вас не прерывал, и господин Слуцарь внимательно слушал, хотя я не хотел говорить, что вы лукавите. Но я вам напомню хронологию событий, которую вы как политик обязаны анализировать. Господин Плохотнюк летит в Вашингтон, встречается с госпожой Нуланд. После этого госпожа Санду летит в Вашингтон и встречается с госпожой Нуланд. После этого в Вашингтон летит господин Анастаси. Единственное, что из-за своего видеообращения он сказал, что у него встреча с рядом чиновником в Вашингтоне и не упомянул с кем именно. После этого рассмотрим хронологию геополитического кандидата Санду. Возвращается Плохотнюк, возвращается Санду, возвращается Анастаси. Дальше единый кандидат. Дальше за господина Анастаси. Мы знаем, как его ломали и убеждали. И убеждали в посольствах, и убеждали извне страны, хотя вы говорите, что не геополитические договоренности, чтобы он снял кандидатуру. Потому что он не был намерен снимать кандидатуру. Он не считал Майю Санду антиолигархическим кандидатом. Но, тем не менее, он принял под большим давлением прессингом американским. Вы правильно в этих переговорах сказали, что американцы на самом деле стимулируют Молдове антиамериканизм. Потому что они фактически убирают антиолигархические силы, уличные протестные силы и навязывают офисных сотрудников, которые сели в правительство и делали маникюр. Далее. Вот мы говорим, нет никакой геополитики. После встречи с рядом западных лидеров, в том числе и полетов США, господин Плохотнюк под угрозой ФМИ, то есть не подписание ФМИ, под угрозой международной анкеты, международного следствия, господин Плохотнюк отзывает кандидата власти, господина Лупу и после этого господина Гимпу, который там еще пару дней, еще до сих пор там немножко флиртует господин Лянко. То есть, визит в Соединенные Штаты, единый кандидат и власть, власть почему-то чудесным образом просто снимает своих кандидатов. Власть прозревает о том, что единственная прозападная, проевропейская и геополитическая сила, потому что то, что заявляла госпожа Санду там, это можно прочитать сегодня в заявлении господина Плохотнюка. Задача остановить пророссийские силы, задача не дать развернуть европейскую интеграцию. Не анализировать это нельзя, господин Слуцарев. Это факт. И ваше сомнение, которое вы высказывали, я согласен. Я согласен, я тоже писал жалобы на то, что и депутата сегодня прослушают это нарушение закона. Но тем не менее, это попало. Я не знаю, кто это выставил, но это попало. И эта запись говорит о том, что у вас эти сомнения были, и вы это понимали, и вы приняли решение, которое приняли. Но не надо говорить о том, что Майя Санду не геополитический кандидат, не надо говорить о том, что у нее нет поддержки румын, не надо говорить о том, что она не унионист, потому что именно при ее бытности министром просвещения в школах раздавали материалы унионистские. И среди детей вели унионистскую пропаганду, в том числе и на первых звонках, распространяли карты Великой Румынии, Триколоры и так далее. И сегодня молдавских детей стремительно ведут, их сегодня зомбируют на румынский сценарий. И, кстати, все европейские чиновники, с которыми и мы встречаемся, говорят очень четко, что унионизм это сегодня американский сценарий, реализуемый через румын. Поэтому нельзя говорить, что геополитики тут нет. Борьба с Додоном как кандидатом, который его считают пророссийским. И госпожа Санду дала почему-то там, не здесь перед народом, не перед платформой, да, не на площади на протесте. Она там дала заверение, что она тут остановит пророссийские силы. Она много на себя берет, госпожа Санду. И нам очень жаль, что вы как-то принимаете условия этой игры. Я хочу спросить, фотография, что после решения господина Лупу сняться, фотография, что госпожа Санду была в посольстве Соединенных Штатов. С Лупу с Плохотником? Да. Вы видели эту фотографию? Это из разряда той же лжи, что и 30 тысяч сирийских беженцев. А с Нуланд не было встречи? Я не знаю, в Нуланд, если весной, может быть, была встреча. Да вот сейчас публиковала Майя Санду у себя в Фейсбуке. Были встречи с европейскими чиновниками. Хорошо. Давайте я отвечу. После Плохотнюка с Нуланд, профиль Майя Санду, у нее фотографии с Нуланд. Это раньше встречи. Майя Санду сейчас ездит по селам, она не встречается с Нуланд. Не, ну не сейчас, не эти дни. Это было месяц назад. Нет, это было месяц назад, она летала в Вашингтон. Я не знаю про встречу ее с Нуланд. Возможно, это было в течение 16-го года. Я не могу говорить и ручаться за каждые встречи. Я знаю, что последние несколько недель, кроме двух дней, Майя Санду проводила избирательные встречи вместе с Андреем Настасьевым. Теперь, по сути, того, что вы сказали. Снятие господина Плохотнюка и всей его ГОП-компании. Большего вреда нанести нельзя любому кандидату, если тебя поддерживает Плохотнюк. И то, что за три дня Плохотнюк снял свою марионетку двухметровую и пытается там сейчас играть с гимпу с Лянкой, это медвежья услуга Майя Санду и попытка, отчаянная попытка, чтобы господин Додон победил в первом туре. И скажу, подтверждением этого является действие всех примаров Демократической партии в эти два дня. И это подтверждение не только от нас. Есть такие же видеодоказательства, как в Ваших переговорах с господином Настасьевым. У меня есть уже несколько... А почему тогда Майя Санду вчера... Вы мне говорили про перебивание... Я вас не перебью. Почему тогда госпожа Майя Санду, она согласовывает с Вами месседжи? Она вчера на Молдову-1 потребовала от гимпу снять кандидатуру. То есть сняли демократы кандидатуру, и она требует от гимпу снять кандидатуру. Мы сейчас говорим про Плохотнюка. А вы говорите, что они для Додона снимают? Кандидатура к гимпу нас интересует постольку поскольку. Кандидатура к гимпу, кандидатура Плохотнюка. Ну я еще раз говорю, это младший брат, который в одном кармане, а в другом. Вы рассчитываете, что электорат, который голосовал бы за Демпартию, будет голосовать за Вас? Вот Майя Санду, например. Давайте разберемся сначала с тем, что сейчас происходит. Да или нет? Вы рассчитываете? Электорат поступит так, как он считает нужным. Мы обратились к электорату, потому что есть электорат, и среди электората демократической партии есть нормальные люди, которые искренне убеждены в ценности, что демократическая партия представляет... А электорат Лупы будет голосовать за социалистов? Это опять же, сейчас самая такая... Не, ну хорошо, Лупы, это правоцентристская партия. Лупу? Да. Лупу это вообще сейчас очень трудно сказать, как партия эта. Мне кажется, что их электорат сейчас это бюджетники и работники госпреприятия, которые заставляли голосовать. Которая создала коалицию с гимпу, правая? Они всегда позиционируют левоцентристской. Нет, ну что, вы уже отстали. Уже давно они говорят, что они правоцентристской. Ну хорошо. Это к тому, что идет расчет на то, что правоцентристской электорат поддержит право. Я хочу сказать, и это не только мое утверждение. Посмотрите утверждение господина Чубашенко. На кого два дня работают примары. У меня есть аудиозапись, когда примаров из нескольких районов вызвали и им сказали, что вы дальше можете делать все, что вы хотите. Не надо бы работать на Майю Санду, поступайте как хотите. А большинство районов примары, и это сегодня подтвердил господин Чубашенко, работают на Додона. Господин Чубашенко не представил ни одного доказательства. Госпожа Майя Санду. Господин Чубашенко, мы его можем? Хорошо, я представитель Майя Санду. Вы там нас упрекаете. Господина Чубашенко, мы можем упрыгнуть, что он имеет большие симпатии к Майю Санду? Господина Чубашенко я раньше уважал. Но сегодня господин Чубашенко, к сожалению, так же, как вы иногда, он либо не понимает все игры, в которые он участвует, Но госпожа Майя Санду, я скажу одну вещь. Я сейчас предоставлю вам, что вы не даете мне эту беседу в нужное направление. Вы сосредотачиваетесь на то, что говорите друг другу. Про господина Чубашенко давайте договоримся. Это главный конкурент господина Дадона. И отсюда очевидны все заявления, которые делает и господин Чубашенко. Вы очень прекрасно помогаете господину Брагеновичу. Господина Чубашенко, госпожа Майя Санду помогла больше. Два месяца назад госпожа Майя Санду на пресс-конференции четко сказала, что нужно, чтобы у Лената Усатова была своя кандидатура, чтобы не победил Дадон. И сегодня лупу снялся ради Майя Санду, гимпу и прочие представители. Андрея Анастасия шантажом выдавили из гонки геополитические силы и так далее. Но сегодня очень хорошо, кстати, говорят некоторые наши аналитики о том, что господин Чубашенко не снимается, чтобы опять же помочь госпоже Санду. И госпожа Санду два месяца назад это сказала. Это тоже, господин Чубашенко тоже американский. И когда ваш правый фланг консолидирует американцы для того, чтобы навязать нам геополитическую позицию свою, я считаю, что левые силы должны консолидироваться. Это вопрос нашего левого электората. И господин Чубашенко, понимая, не понимая это, делает все для того, чтобы сегодня помочь Майя Санду. Потому что если бы он снялся, Дадон 100%, так он 90% побеждает в этом туре, он бы 100% победил в первом туре. И это, простите, наши дела левого фланга. А я не вмешиваюсь в дела вашего фланга. Я просто констатировал, что не только мы одни заметили, на кого работают премары демократические партии. Я-то с тем же успехом могу сказать, что госпожа Майя Санду это проект господина Плохотнюка. И господин Плохотнюк четко и открыто это сказал. За три дня до этого он поддержал Майя Санду. Но представьте, не доказательство. Это же Майя Санду подскакивала, когда подходил господин Плохотнюк. Вот здесь есть аудиозапись того, что господин Слуцарь сказал. Что у нас были тяжелые переговоры. Не, вы это не говорили. Вы говорили, что американцы навязывают Настасе позицию. Не было такого, не передергивайте. Я сказал, что я вообще очень категорически не приемлю позицию американцев по отношению к Плохотнюку. Я считаю, что госпожа Нулан, то, что она поддерживала Плохотнюка в 2016 году, это большая ошибка. Именно про это мы и говорили на переговорах. Я тоже так считаю. Но это не значит, что я должен закрывать глаза, я должен любить господина Дадона. Я вас не призываю, но в сентябре госпожа Майя Санду встретилась с госпожой Нулан. После того, как с ней встретился Плохотнюк. И то, что вы этого не знаете, господин Слуцарь, это для вас огромный недостаток. Потому что вы не следите за вещами абсолютно принципиальными. Я как-то переживу все свои недостатки. Это не недостаток. Вы это сами сказали, что это недостаток. Но госпожа Майя Санду встречалась с госпожой Нулан после Плохотнюка. Если вас это каким-то образом не возбуждает... Меня не интересует, с кем встречается Майя Санду. Андрей Настаси встретился с Лехом Валенцией. Как вас не интересует? Вы же, это же ваш лидер. Подождите. Меня интересует миссаж. Меня интересует, с чем и с какой программой мы идем. Это очень важно. Майя Санду до единого кандидата, это была одна ситуация. Майя Санду как единый кандидат, это совсем другая ситуация. Она переродилась. Мы поняли. А Майя Санду об этом знает? А вы последние две недели ее заявление слышали? Конечно. У нее абсолютно исчезла любая геополитическая нота. Ну конечно. Ну что конечно? Понятно, что вы можете взять миссаж. Она встречается с европейскими политиками последние 10 дней и дает им заверение, что пророссийских сил в Республике Молдова не будет. Это вы придумали. Это не... Придумали? Заверение. Как молит Майя Санду давать кому-то какие-то заверения не будет? Ну вот и меня интересует, какое основание она имеет право давать такие гарантии внешним партнерам. И почему она не ездит по территориям, убежать людей, а проводит какую-то работу вне Республики Молдова для того, чтобы ее поддержали посольства? И Андрея и Анастасия выдавливают посольства. Да не выдавливали нас никакие посольства. Ну конечно. Ну вы лучше нас знаете. Ну вот вы в аудиозаписи сказали, что это американцы. Вы это признали. Нет. Аудиозаписи это результаты наших переговоров с Майей Санду, где мы обсуждали какие-то мессенджи. Мы должны идти. Майя Санду до определенного этапа говорила, что мы должны идти все-таки с геополитической линией. Мы настаивали, что геополитическая линия неправильная. Это не та линия, которая объединяет общество. Очень долго Майя Санду была на этой позиции. Потом, в результате тяжелых переговоров, я пятый раз повторяю это, этот мессендж абсолютно скорректирован и геополитики в нашей посыле и в нашей программе минимальна. Да, я сторонник по европейской интеграции никогда это не скрывал. Объясните, пожалуйста, и нам, и средним. Но не в этом, не это сейчас приоритет. Почему господин Анастасий снялся с выборов после визита в Вашингтон? С кем он сейчас в Вашингтоне? А мне рассказывают. В Вашингтоне Андрей Анастасий имел встречу с двумя конгрессменами, которые после этого внесли резолюцию против Плохотнюка, осуждающие кражу миллиарда и резолюция, которая может ввести санкции против Плохотнюка. Это раз. И второе, господин Анастасий дал показания двум американским спецслужбам, которые, я не могу сказать, какие. И в этих двух спецслужбах он рассказал, дал все показания о том, как с 2012 года Плохотнюк и его гашка шли к захвату банковской системы. И это было после недели, как господин Гоффман сказал, что это сделало. А при чем? А что вы мне там на другом? Господин Слуцарь, если все дело обстоит так, как говорите вы, госпожа Санду, согласно Вашим рекомендациям, должна была сказать просто. Я отказываюсь от американской поддержки, я не разделяю эту их политику. И вообще то, что Вы видели обо мне пишут, все неправда. И вот тогда эти вопросы были бы сняты. То, что они много пишут неправда, она сказала обо всем. Я сейчас, да, обо всех пишут. Про сирийских беженцев, про иконы школы. Обо всех пишут неправду, согласитесь. У меня к Вам вопрос по поводу левых. Все-таки, смотрите, мы затронули поддержку нашей партии, вернее не поддержку. Вот смотрите, я пыталась понять, почему они не сделали этого заявления. Как правые, да, объединились. Вот что я прочла. Значит, Дадон четко на камеру должен заявить, что если я стану президентом, сразу подпишу указ о распуске парламента. Он не заявил. Почему и как, по каким причинам, не важно. Но не заявил, так извините. Вы можете сейчас вот это как-то прокомментировать и обратиться к тем людям, которые сегодня раздумывают, голосовать не голосовать? Я не могу, к сожалению, озвучить то, что я думаю. По той причине, что у нас договоренность о ненападении, которую нарушили представители партии Рената Усатова не один раз. Но у господина Дадона очень четкая позиция, и нам поставлена задача не отвечать взаимными оскорблениями и не отвечать на подобные провокации. Я абсолютно убежден, что господин Чубашенко, к сожалению, порядочный человек, но, к сожалению, ну, наверное, он не всю картину видит и знает и понимает. Но эту картину хорошо видит и понимает Рената Усатый. И я абсолютно уверен, что они прислушались к словам госпожи Майя Санду, которая еще два месяца назад очень четко сказала, что чтобы Дадон не победил на выборах, Рената Усатый должен выставить кандидата. И я хочу сказать следующее, понимают они, не понимают, но сегодня правый сегмент, правый сектор сплотили американцы, сплотил Запад, а на левом сегменте этому сплачиванию мешает конкретно один кандидат, кандидат партии Рената Усатого. И они должны понимать ту ответственность, которая у них может возникнуть. Потому что сегодня все то, что идет оттуда, с той стороны, это русофобия, это сегодня насаждаемое МВФ поднятие пенсионного возраста, это сегодня закрытие еще 200 школ, которые требует МВФ, это сегодня ликвидация 300 премарий, это то, что нам предлагает сегодня Запад. И господин Чубашенко должен понять, что его 6-7% это те голоса, которые могли бы позволить победить левому флангу. Мы могли бы приблизить совместно досрочные парламентские выборы, они могли бы быть в парламенте и они могли бы там создать площадку. Они сегодня вредят не конкретно до дома, они сегодня конкретно вредят ситуации в стране. И про молдавскому флангу, который почему-то имеет по всем вопросам более 55%, благодаря таким расколам, таким вещам оно и происходит. Я не хочу отвечать на оскорбление и провокации партии Рената Усатова. Когда поступит такое решение, когда у нас такое коллегиальное решение будет в руководстве партии социалистов, мы расскажем многое. И о сотрудничестве в территориях, и кто кому делал кворум на избрание представителей районов. И почему партию социалистов, наших районных канцельеров, о которых говорит господин Слуцарш, нас демократы поддерживают. Я вытаскивал из прокуратуры, я ловил демократов, которые ловили наших людей и склоняли их к коррупции и так далее. А господина Рената Усатова не трогает. Тем не менее, есть вещи, которые мы сегодня не можем озвучить. Господину Чебашенко надо было снять КНТУР, он этого не сделал, это его решение. Но и ответственность будет нести... У нас время уже вышло, то есть вообще нет ни одной минуты, но перед этим. Я попросила бы вас все-таки сделать прогноз. В один тур, в два, господин Батронич? Додон победит в первом туре. Так, ваш прогноз? Будет второй тур. И кто победит? В втором туре все будет зависеть от результата первого тура. Ну, вы видели, здесь полная уверенность. Я так понимаю, что еще есть какие-то сомнения. Я человек реальный, я же знаю, что господина Додона полгода никто не трогал, а по нам каток Лохотнюка прошелся. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Мне кажется, эта программа была нужна, потому что вы сейчас очень четко высказали еще раз свои позиции. И это было не в рамках дебатов, вы могли говорить свободно и спорить друг с другом. Я желаю удачи вашим кандидатам, равно как и всем тем, кто будет участвовать в президентской гонке. Мы посмотрим, кто из нас, конечно, победит. И хочу обратиться к телезрителям нашим с одной просьбой, с одним пожеланием. Я призываю вас выйти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, которого вы считаете самым достойным. Потому что все, что будет потом, оно может больно ударить по каждому из нас, по нашим семьям, по нашим детям. Я хочу, чтобы каждый из вас мог очень четко сказать, я сделал для этого все возможное. Я был на выборах, я проголосовал. Спасибо вам большое. Желаю вам всего самого доброго. Это было Дело Принципа.